Доброе утро, мои хорошие! У меня сейчас... У меня даже голос еще не проснулся. Буду делать завтрак. Так, для этого, чего мне понадобилось? Я вообще в последнее время очень сильно полюбила этот завтрак. Чтобы грелась сковородка и немножечко сюда масла на пшику. Беру 2 яйца. Так, немножечко соли. Молоко. Чуть-чуть тоже много не надо, иначе потом много жидкости будет в омлете. Ставлю теперь все это нужно перемешать. Я добавлю... У меня разный сыр. Иногда я добавляю этот... Моцареллу. Ну, сегодня у меня пармезан. Ну, и потом просто все это выливаем. И пока не совсем все схватилось, вот так вот начинаем ее перемешивать. И она прям пенится. Получается очень вкусно. Только сильно большой огонь не делайте, потому что нам очень важно, чтобы это все не пригорело. Все, буквально прям выключаем. Вот такой вот у меня сегодня завтрак. Очень легкий. А, ну и я сделаю, конечно же, кофе. Он очень воздушный, очень нежный. Обязательно попробуйте. Вот, можно добавить сюда, там, куриную грудку, или даже немножечко в качестве углеводов и клетчатки можно перемолоть овсяные хлопья, например, да, и немножечко добавить сюда, и потом уже пожарить. Это тоже будет полезно, вкусно, и минимум калорий. Вот. И много белка. Это очень важно. Белок для мышц. Где-то через час-полтора после завтрака я тренируюсь. И тренировки у меня всегда разные. Иногда я выбираю что-то более силовое, иногда что-то более танцевальное. И сегодня у меня йога. Я стараюсь не терять гибкость. Время от времени делаю растяжку. В общем, и сегодня у меня такой антистрессовый день. Вечером планирую еще пойти в ванную с пеной, сделать себе обязательно лимфодренаж. С отдохом руки выпрямили. Выпрямили ноги, плечи назад и вниз. Вытянулись. Собака нога вверх. Попа активная. Ноги активные. И собака нога вниз. Итак, друзья, здесь ноги можно сгибать, чтобы выпрямить спину. Если вы можете выпрямить ноги, и спина остается ровной, тогда делайте такой более сложный вариант. В любом случае, сейчас я предлагаю одну ногу согнуть и пошагать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Приготовились. Прыжок вперед. Вдох. Если все хорошо, все приятно, сейчас ваши стопы стоят за вашей головой. Руки поставьте на спину. Еще раз вытянулись вверх. Еще раз опустили ноги за голову. Плавно, позвонок за позвонком. Хорошо, ноги скрестили. Итак, еще раз. Попа на полу. Держу себя за бедра. Грудная клетка вверх идет. Макушка на полу. Пару дыхания здесь. Держу вас на позу полного расслабления. Положите ноги. Расставьте ваши руки. И прикройте глаза. Ну что, вот моя тренировочка подошла к концу. Я на самом деле очень люблю в последнее время использовать именно такие тренировки, типа йоги, типа пилатеса. Это что-то такое более спокойное. Потому что сейчас, конечно, у нас осень. И сегодня нам обещали снег уже, да. И как-то нужно свое немножечко такое эмоциональное состояние несколько так стабилизировать. И вообще в мире есть некий негатив, от которого я всяческими силами и не силами пытаюсь как-то сбавляться. Мы сами творцы своей жизни, своего состояния, своего спокойствия, либо неспокойствия. Поэтому я очень вам советую тоже пройти на Фитстарс. Я тренируюсь всегда на платформе Фитстарс. Ссылочку на платформу Фитстарс я внизу под роликом обязательно оставлю. И сейчас также действуют большие скидки по промокоду. Вы получите скидку 70% вводить вот этот вот промокод. И на самом деле тренировок очень много. И дельные, качественные, хорошие профессионалы своего дела, тренеры, конечно. И там вы найдете совершенно все, что подходит под ваше настроение. Много тренировок и для новичков в том числе. Также на платформе есть и рецепты. И буквально недавно у них появились курсы. Курсы по различным тематикам. Опять же оставлю вам ссылочку, обязательно посмотрите. Хотите танцевать? Танцуйте. Хотите тренироваться с инвентарем? Тренируйтесь с инвентарем? Пишите мне обязательно в комментариях, кто уже тренируется с Фитстарс. А если вы еще не бывали на платформе Фитстарс, то сейчас до конца этого месяца, до конца ноября, у них действует беспроигрышная такая акция, лотерея, называйте как хотите. При подписке как раз-таки на платформе Фитстарс вы выиграете один из огромного количества призов. Разыгрываются и айфоны, разыгрываются телевизоры. Мне будет очень приятно, если вы выиграете, обязательно напишите мне об этом. А также в этом видео я еще хотела бы рассказать вам немножечко про то, что я делаю для того, чтобы быть спокойной, здоровой. Обязательно занимайтесь, потому что действительно любая активность, любые физические нагрузки, даже если это не тренажерный зал и так далее, в любом случае они очень хорошо совершенствуют нашу психику и делают нас более счастливыми, повышается как раз-таки гормон счастья. Также я очень хочу сказать вам о том, что важно сохранять режим. Режим дня, режим питания, режим тренировочный. Все это очень хорошо действует на нас, на наше тело, на наше сознание. Также улучшается сон и так далее. Если у вас есть какие-то проблемы, я вам очень советую сходить, например, к врачу и посмотреть, сдать анализы на гормоны. Я это делаю примерно раз в год. Если вы девушка, женщина, это обязательно женские гормоны. Возможно, врач вам скажет проколоть или пропить витамин В, магний, который тоже очень хорошо успокаивает. Но в моем случае действительно очень помогает режим дня. Независимо от того, работаете вы с 8 до 5, все, абсолютно все можно вклинить в вашу жизнь. Постараться питаться в определенное время. Это не обязательно должно быть там 8, 12, там 16, 20, да, грубо говоря, нет. И еще очень важным моментом являются хобби и любимые дела. Вы можете найти себе занятия по душе и в свободное время им заниматься, потому что рутина, какие-то бытовые дела, какие-то проблемы, проблемы не только, например, там в семье, но и проблемы где-то за ее пределами, все это, конечно, может давлеть над нами, да, и все вот эти вот переживания, какие-то стрессы, они очень хорошо уходят, когда вы начинаете заниматься тем делом, которое вам нравится. Я в этом году этих дел довольно много заимела, начиная, пожалуй, с того, что я сдала на категорию А и практически все лето каталась на мотоцикле, что приносило мне просто колоссальнейшее удовольствие. И когда это закончилось, на самом деле, честно говоря, даже переживала, потому что у меня были настолько позитивные эмоции, настолько мне это нравилось, и я думала, ну чем еще, что сделать такого, чтобы вот мне прямо сильно нравилось. И вы вот представляете, я говорю, я вот никогда в жизни не могла бы подумать, что я стану грибником. Буквально за месяц я узнала огромное количество видов грибов, начала ходить в лес, и лес, природа — это, в принципе, вообще отдельное царство, где вы можете найти какое-то умиротворение, спокойствие, вот это вот пение птиц, невероятный воздух. Просто это еще дополняется тем, что вы там что-то собираете, смотрите, находите. Это, конечно, ну лично мне огромное удовольствие доставляло, и, к сожалению, сейчас опять сезон прошел, но у меня в планах, я честно всю жизнь не любила лыжи, и когда я была еще в школе, когда у нас там была физкультура на лыжах, я терпеть не могла лыжи, но сейчас я даже не знаю, насколько мне это понравится или не понравится, насколько я вникну в этот процесс, но я уже жду снега для того, чтобы, ну ближайшее время просто на прокат брать, у нас здесь рядышком есть прокат, ездить вместе с собакой в лес. Даже если посмотреть на все эти увлечения, здесь можно еще немножечко такую параллель провести именно с активными видами. В плане грибов тоже там, где-то там нагнись, где-то там собери, где-то там ногу подними, чтобы дерево пройти, там где-то что-то надо перелезть, что-то сделать. И шагов по 20 тысяч, да, ты потом приходишь домой уставший, но невероятно довольный, довольный собой, довольный сбором, и сейчас, опять же, у меня появилась идея заняться лыжами, это тоже активность, это тоже очень здорово, и таким образом, ну параллельно, конечно же, занимаясь еще и тренировками, да, на фитстарс, у меня получается, что у меня постоянно активность, я постоянно чем-то занята. Для того, чтобы просто не чувствовать ничего плохого, чтобы абстрагироваться от каких-то проблем, которые в любом случае есть, мне кажется, вообще у всех, независимо от материального положения, независимо от возраста, там, и так далее, чтобы от этого, от всего абстрагироваться, нужно обязательно найти себе занятие, чего я вам очень советую. Опять же, как в начале ролика, и сейчас я вам скажу, что мы сами делаем для себя ту жизнь, которой мы хотим жить. И если вы стремились не к тому, что сейчас имеете, у вас есть всегда, у вас всегда есть все шансы поменять свою жизнь и сделать ее более комфортной, более счастливой, более интересной, настоятельно рекомендую вам почаще куда-нибудь выезжать, пускай не очень далеко, пускай это будет не суперотпуск в пятизвездном отеле, но очень важно сменить обстановку, сменить место, сменить то, в чем вы постоянно варитесь, в чем вы постоянно кипятитесь. И это действительно, мозг немножечко перестраивается, и ему становится интереснее, вам становится интереснее. Я очень надеюсь, что этот ролик был вам интересен и полезен. Я надеюсь, что немножечко я вас приободрила. В общем, всех вас люблю, целую, до следующего видео. Пока-пока!